Ученые, выпустившие вакцину Казвак, будут награждены в канун 30-летия независимости. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Жамбулскую область. Касым Жумар Токаев посетил завод биофармацевтики по производству вакцины Казвак в Кардайском районе, где встретился с учеными. Президент ознакомился с технологией производства прививок, работой лабораторного оборудования. Рабочая поездка Касым Жумар Токаева в Жамбулскую область началась с ознакомления с деятельностью биофармацевтического завода «Оторбиофарм» по производству вакцин Казвак при научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. Всего специалистами института 60-летней истории подготовлено 67 вакцин против опасных инфекций. Казвак – первая вакцина, которую начали выпускать на этом новом заводе. Накануне Казвак получил сертификат «Халяль» и еще раз доказал, что он безопасен. Уже более 40 стран проявляют интересы, без Казваку. А для одобрения ВОЗ остался один этап. В первую очередь многие задались вопросом, может ли Казахстан производить вакцину. Не секрет, что были сомнения. Казахские ученые рисковали. «Первые опыты были на лабораторных животных. К нашему счастью, никаких клинических отклонений не наблюдалось. Признаков заболевания тоже. Вот тогда и приготовили первый образец и отправили на дальнейшую всестороннюю проверку». Позже ученые проверили вакцину на себе. В общем, ежедневная рутинная работа вирусологов, биотехнологов непростая. Девают специальный герметичный костюм, защитные средства, заходят в лабораторию утром и выходят вечером. И все без перерыва. «Первый этап – выращиваем клетки для производства вакцин. Следующий этап – мы прививаем вирус в клетки и выращиваем его. Последующий этап – убиваем вирус и проводим несколько этапов очистки». Последний этап после очистки вируса – разработка самой вакцины. Вторая очередь завода планируют запустить в начале следующего года. Здесь должны быть разработаны препараты не только против коронавируса, но и другие медицинские вакцины. В том числе иммунобиологические препараты прививки против гриппа, туберкулеза, бруцеллеза. Ежегодно завод может выпускать до 60 миллионов доз препарата. Коронавирус показал, насколько важна биологическая безопасность, поэтому ученых можно назвать воинами на оборонительных рубежах. Субтитры создавал DimaTorzok Ученые, которые делают великое дело для здоровья нации, заслуживают всех наград. Учитывая, что 15 лет назад специальность вирусолог была закрыта, теперь цель – подготовка молодых кадров. Молодых специалистов нет. В сельскую местность, в военный гарнизон молодежь не приезжает. Когда завод есть, а кадров нет, их надо готовить. Нужно комплексное, не точечное, а системное решение. Совместно с Институтом Альфа-Раби готовим специалистов по докторским и магистерским диссертациям. На сегодняшний день на магистерское обучение поступили три абитуриента. Для привлечения молодых специалистов необходимо урегулировать социальную ситуацию. Построено три многоэтажки на 180 квартир. Президент Казахстана увидел, как обустраиваются новые дома. Во дворе многоэтажек также построен спортивный комплекс. Здесь могут тренироваться ученые и их дети. Сегодня у ребят была возможность поиграть в мяч вместе с президентом. Главная тема визита главы государства в Жамбулск область стала биологическая безопасность, но не остался в стороне вопрос обороны. О ситуации после взрыва в Байзаке доложил Аким области. Повреждено 176 объектов. Из них 159 домов, в том числе в 35 мы проводим капитальный ремонт. Наши строители начали работу с 1 сентября. В ноябре все завершим. Эти и другие актуальные вопросы региона будут обсуждаться в ходе следующего визита президента. Касамжмар Тукаев отметил, что в начале нового года Тарас приедет еще раз. А в этом году работа Бердебека Сапарбаева была оценена положительно. Главное достижение – производство Казвака для здоровья нации в регионе.